Не идёт проклятая девица, а? Чёртова кикимора! Скоро может пожаловать клиент, а её нет. О, Господи, Господи! Инструмент под руками разваливается. Если певичка опоздается, рвётся сеанс, а с ним оборвётся и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли без работ. Нет, 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 нет. Что угодно, только, только не это. Я был рантье-топёром, суфлёром, репортером, маркёром в бильярдной, где дважды кием бит. Довольно жить окрысясь, Я презираю кризис, Мой бизнес лапидарный, Я медиум спирит. Довольно бить баклуши, Спасайте ваши души, Вам медиум поможет Жить сердцем веселясь. А франки-марки-лиры С потусторонним миром Удобно и надёжно Нас выведут на связь, народ. Что это? Звонок. Это она. В последнюю минуту всё-таки. Вот она постукивает каблуками. Ну, ну. Нет, нет, нет. Да войдите, войдите, войдите. Это невозможно. Мы не опоздали. Вы? Да. Вы невозможно, безобразно Опоздали, мадемуазель. А это? А это, это Леон. Да. Мой коллега. Точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня Вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, Расскажи, за что тебя уволили. Но я предупреждал, Мадемуазель, Что положите, пожалуйста, Бубен на место. Я прошу вас. И не ждите. Он вам ничего не ответит. Он ужасный. Тут чудовищный Бубен. Это из-за него. Понимаете, мы опоздали. Из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит В спиритизм. Но, мадемуазель, Слушай, парень, Отдай сейчас же Бубен. Это не игрушка, А музейная вещь. Он и так наладан, дышит. И вы знаете, Чем я его взяла? Ну? Я сказала, Что я соглашусь Работать у вас, Если вы заключите Контракт с нами обоими. О, послушайте. Слушайте. Леон превосходный музыкант. Вы слышите? У него под руками Все поет. Да, действительно, Инструмент был расстроен. Браво, Леон, Красотки, 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 Кабарет. Вы созданы Лишь для разведения. Немедленно! Ай ты, черт, Этот проклятый Бубен. Немедленно! Прекратите! Ну? Вы берете нас? Да, да, да. Эй, вы! Я? Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано И будете создавать музыкальный фон По моим командам. Ясно? Нет, не ясно. О, Господи, Боже мой. Леон, умоляю тебя, Не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно? Вот именно. А вы идите сюда. Ну? Скорее. А в чем дело? Ваше письмо Меня встревожило. И вместе с тем Возбудило до крайности Мое любопытство. Так интересно! Так интересно! Чшшшш! Расскажите! Молчите. Что? Посмотрите На эту Миниатюру. Смотрю. Славный портрет. Молодая дама Лет 35. Ну, с хвостиком. В чем дело? Я долго искал лицо Похожее на эту даму Умершую 4 года назад И нашел Уж не меняю Вас Я могу обидеться Это плохой комплимент Я гораздо лучше, милее, забавнее И моложе в конце концов Бесспорно Бесспорно Вы ребенок Но вы должны быть похожи Не на саму даму А на ее душу Здрасте! А почем я знаю ее Как душу? Интересное дело Вы знаете, в нашем квартале Умер недавно Один толстяк Ростовщик Так душа выскочила из него В виде тощей крысы Это бывает Но по большей части Души похожи на своих владельцев При жизни Но они значительно Моложе, чем тело А-а-а Так значит Я... Ну, 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 ну Вы понимаете? Понимаю Что ж я должна делать? Проклятие в том Что вы безобразно запоздали У нас совершенно нет времени Я не знаю Успели вам что-нибудь объяснить Главное Мадемуазель Успеете ли вы Что-нибудь сообразить? О, это я не успею сообразить Но у меня сообразительность Молниеносная Мама называет меня Фото-вспышка В театре я мечтала Покорить Париж Мама укоряла В облаках Париж Но Я не души ралине И душа моя в огне Повторяла мама Невелик Париж Длинными ногами Покорять Париж Но Я не душа Пралине На войне Как на войне Минуточку В жизнь мою Вошел однажды Композитор И поэт Как и я Любви он жаждал В свои восемьдесят лет Напрасно Эта встреча Принесла Одни страдания Прекрасно Время Лечит Но В лучший мир Ушел Браво 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 Я восхищен Браво Ну, мадемуазель Вам нужно больше молчать И больше слушать Вы должны будете изображать Душу Мадам Элеоноры Дюрандо Жены короля сыра И яиц В нашей республике Ну, Леон Леон Это же Это лестно Душу королевы Королевы сыра, простите И яиц До сих пор она только беседовала Со своим супругом Господином Проспером Дюрандо На моих спиритических сеансах Через посредство этого столика Но господин Проспер Дюрандо Обещает Словом, обещает Значительную сумму Если она хоть на несколько минут Воплотится В зримый образ А вот Ваша Мордочка По-моему, очень Нет, ну, что я делаю Мордочка, что я могу сказать Очень похожа на душу Мадам Элеоноры В молодости Я Вы слушайте Я умоляю Слушайте И меньше говорите Я задрапирую вас Белой буаль Освещу И дело В шляпе Я не могу работать В условиях Нарастающего неверия Играть нельзя Сменяться нельзя А что можно? Можно удалиться На все четыре стороны Нет, нет Лучше мы его задвинем Вот этой вот Ширмой И сидите там тихо Как мышь И ждите сигнала Вашу реплику Я скажу позже А я? А вы Вы, я умоляю Говорите Как можно меньше Господин Дюрандо Верит в спиритизм Но он не полный дурак И по-своему Начитанный человек Если вы будете Молод чепуху Он заподозрит Обман Несмотря на все Своё Легко Ой, но всё это Поразительно Интересно Я вас не скомпрометирую Я буду говорить Кратко И кротко А вы знаете Я лучше буду Больше молчать И печально улыбаться Умница Как можно больше Больше молчать И печально улыбаться Ну, за дело Репетиция Так, вы Вы сядете здесь Внише Да, вот на эту табуретку Ну, споткнитесь Умоляю Здесь две ступеньки Вот так Я задрапировываю вас Белой вуалью А затем Покрываю С ног до головы Чёрным сатином Говорить Говорить будете Вот через этот Рупор Так Вы совершенно Незримы Теперь Пускаю Мутный Полусвет Так Я дёргаю За этот шнурок И сатиновое Покрывало Взлетает Вверх Вы Беднеетесь Как нечто белое Теперь я направляю Свет маленького Прожектора На ваше Лицо Так Вы медленно Отодвигаете Белую вуаль И тут Вступает Музыка Он что Сошёл Сошёл с ума Да Ты Стоп Прекратите 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 Немедленно Прекратите Господа Ну на юмор Нет ни минуты Умоляю Объясняю Теперь Лично вам Слушай Леон Где вы Я хочу видеть Ваше лицо Вот он я Я говорю фразу Смотрите Смотрите Начинается И вы Играйте Хорошо Вот 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 Совсем другое дело Музыка должна Производить Удручающее впечатление На умственные способности Если таковые Имеются Так Мадемуазель Нет уж Вы осторожно Крутите Вот эту рукоятку И отодвигаете Другую Вуаль Так Так Чуточку Медленнее Вот Вы Элеонора Элеонора Я предложу Ему задавать Вам вопросы Звонок Звонок Он идет Проклятие 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 Прекратите играть Прекратите играть Прекратите играть Так Скорее сюда Так Соткни Этот бубен Так Соткни Скорее Катин Сидите Тихонечко Не движение А какая досада Что мы не смогли Прорепетировать текст Ну я умоляю Мадемуазель Не наговорите Какой-нибудь чепухи Умоляю вас Лучше Молчите Печально Буду улыбаться Он Входит Так Прошу Прошу вас Господин Дюрандо Прошу Благодарю вас Так Давайте Давайте Вашу трость Шапокляк Благодарю вас Вы только не стесняйтесь Не стесняйтесь Располагайтесь Как вам будет удобно Не-не-не-не Садитесь Вот сюда Благодарю вас Месье Было чрезвычайно трудно Исполнить ваше желание Чрезвычайно Мне пришлось обратиться Непосредственно В Центрально-небесное Управление призраков И убедить Стоящего во главе Духа Гран-сеньора Фата Морганаса Ну может быть Эта фамилия вам Ничего не скажет Согласиться Дать тело Собственно Вас интересует Именно это Тело Вашей супруги Блаженной Илеоноры Для сегодняшнего свидания Вот кстати Не хочу быть голословным Записка лично От Гран-сеньора Фата Морганаса Которая мною Непосредственно Совершенно точно Воспроизведена По Ну это Чисто профессионально По стуковатому сигналу Позвольте я Надену очки Да Прошу вас Так Вот здесь Только по протекции Господина Малопарки Да Это трогать Это трогать Да Да Итак я ее увижу Вы Увидите ее Как вы понимаете Ваш гонорар Соответственно Возрастает Не надо Меня обижать Не надо Не надо Я не заслужил этого Но об этом поговорим Все-таки позже Как я счастлив Как я счастлив Маэстро Малопарки Я уже не говорю о том Что любил И люблю мадам Дюрандо Ныне Влаженную Леонору И что свидание с нею Мне доставит Огромное удовольствие Огромное Но я счастлив Принципиально Да Да Счастлив Как гражданин Прошу садиться Я всем сердцем Понимаю вас Не верю еще сильно Да Некоторые думают Даже что оно усиливается Я Я же в этом отношении Оптимист Да Но во всяком случае Против нашествия Азиатского большевизма Западная цивилизация Должна вооружиться Это святая правда Месье Дюрандо Одного традиционного Верования Тут конечно Недостаточно Надо все-таки Идти в ногу С веком Необходим союз Религии и науки В прошлую субботу Я даже произнес Большую речь По этому поводу Представьте Они хотели Обложить яйца Дополнительным налогом Яйца налог Мерзо У них У них Так называемых Радикалов Не хватает денег На каплю молока Я сказал Большую политическую речь Я сказал Яйца с сыром Яйца с сыром Лучше завтрак И обед А на ужин Съесть не хуже Восхитительный омлет Яйца взмятку И вкрутую Яйца взбитые И растертые Яйца свежие Я понимаю Гоголь-моголь Но, месье Дюрондо Что может спасти общество? Я говорил Долго и вдохновенно У меня совершенно Взмокли воротнички Мой платок Можно было выжать Я расскажу вам Что может спасти общество Тройственный союз Союз капитала Церкви И Спиритизма Совершенно верно Ибо спиритизм Дает нам К божественному откровению Глубоко Научный эксперимент Тут никакое Сомнение Невозможно Дух реального Перед нами Да, да Мой старший приказчик Утверждает Что я вел себя Как цицерон Я всегда с восхищением Слушаю вас Кстати А чего вам Не стать лидером, а? Но вы это Преувеличиваете? Не на Я не преувеличиваю Нет, серьезно? Лидером Как на духу Да Но для этого Я должен увидеть Илеонору Если нельзя сделать так Чтобы я мог Ощупать Ощутить ее Запомните Запомните Это мгновение Без 20 минут 12 часов 8 сентября 1928 года Я обещаю вам Что вы Ощутите ее И я скажу Всем скептикам Что душа реальна Что ее можно Взвешивать На килограммы Как сыр Командер И что тогда Большевики Куда провалится Революция Что революция На земле Когда перед нами Открывается Вечность Бесспорно Кстати я хочу Получить у вас Небольшую справку Я всегда К вашим услугам Собственно с этим вопросом Ко мне обратился Мой старший Я слушаю Он спросил меня Куда деваются Души большевиков После смерти Я выразил мнение Что они прямым сообщением Направляются в ад Но я не совсем уверен Что мое указание Точно Души большевиков После смерти Немедленно Становятся Чертями Да А все-таки Приятно Приятно Сознавать Что мир Потусторонний Все Более Перед нами Раскрывается Но сегодня Маэстро Насколько я понимаю Я не смогу Обнять Мадам Дюрандо На неблаженную Леонону Нет Сегодня вы увидите Ее Вы будете Говорить с нею При этом Я должен Предупредить вас Что даже в призрачном Незримом теле Души испытывают Некоторые Неприятные Ощущения О Господи Дюрандо Не позавидуешь Поэтому свидание Не должно быть Длинным И умоляю Поменьше вопросов Бестелесные существа Чувствуют себя В теле Ну Ну Как бы сказать Господи В теле Ну Как не в своей тарелке Ощущение похоже на то Ну я не знаю Как будто вы надели Слишком узкое платье Я понимаю Я понимаю Я постараюсь Не утомлять Бедную мою Элеонору Но вы знаете Я взволнован Знаете Я взволнован Ну спокойно Спокойно Прошу вас Садиться Вот сюда Спокойно Расслабьтесь Совершенно спокойно Если у вас Зашалит Не дай бог Сердце Скажите мне И тогда я вам дам Капли Кардиналис Кардиалис Говорите тихо Тихо Но не шепотом Так Так О Что? Нет Я спрошу Спокойный Не очень Не очень Но Я думаю Что я все-таки Обойдусь Без ваших капель Я призываю ее Звуком гонга Она должна откликнуться Этот магический гонг Принадлежал раньше Лапландскому шаману Нежная Полная любви После жизни Как и во время ее Илеонора Илеонора Самая нежная Илеонора Из 37 миллионов Илеонор Имеющихся на небесах Та Илеонора Которая при жизни Жила На улице Тебу Дом номер 144 Квартира 18 Вы можете вызвать Не ту Илеонору Пардон Ладно Я ошибся На одну квартиру Квартира 17 И была женой Муниципального Советника Месье Простера Дюрандо Явись Явись Здесь тебя ждет Тот Который любил Тебя так безмерно И которого Ты так любила Каким Ласкательным Именем Она называла Вас чаще всего Крокодильчик Здесь тебя ждет Крокодильчик Я Я слышу Как будто Тише смех Это какой-то дух Возможно Смотрите Смотрите Начинается Говорите Говорите Все, что вы Увидите Говорите Все, что вы Увидите И услышите Так как Многое из того Что вы увидите Я видеть не буду Господи Что играет Этот идиот Я вижу Неясный Рассеянный свет И белые контуры Все яснее Да это фигура Женщины Лицо все больше Проясняется Дорогие Черты Нет Я должен Встать На колени Нет Ну ничего страшного Ничего страшного Месье Дюрондо Это Бубен Упал Гонг Упал Простите меня Простите А сейчас А сейчас Вы ничего не слышите Какой-нибудь Знакомый Голос Я слышу Ангельское пение Лицо все светлее Это она 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 Только она гораздо Прекраснее Чем при жизни Это Элеонора В образе Светлого ангела Господа Саваофа Здравствуй Мой муж Поздоровайтесь Спокойной Голос ее Стал чист И свеж Да-да Голос ее Стал чист Ты свеж Здравствуй Элеонора Я вижу тебя Хорошо Только ты стала Гораздо Моложе И прекраснее У нас тут Лучше Чем на любом Куроке Позавидуешь Позавидуешь Я так молодею Что боюсь Превратиться В младенца А вы А вы Постареет Но ничего Ничего Не волнуйтесь Будем надеяться Что в скором Времени Вы соединитесь Со мной Царство Вам небесное Господин Ромдов Царство Царство Мы будем Вместе Летать На Венеру Это прелестное Место Мы там Часто Устраиваем Очаровательные Пикники Туда Особенно Охотно Летают Наши Офицеры Убитые В последнюю войну Их тут Тучи Очень Вес Покойница Не уклоняйтесь Ближе к делу Ближе к делу Ближе к делу Я Я рад Элеонора Что вы В раю Но сам я хотел бы Побыть еще на земле Скажите Вы говорите о пикниках Значит вы Там Едите И пьете Да Но мы питаемся Исключительно Духовным Мы едим Суфле Безе Желе Драже Пьем Исключительно Цветочный Нектар Это совершенно Совершенно Новые Несколько Неожиданные Сведения Месье Дерандо Исследователи Жизни Духов За гробом Еще не располагают Такими данными Да Но маэстро Знаете Безе Суфле Это немного Но все-таки Лучше чем Ничего Я считаю Что пора Заканчивать сеанс Мы устали На вас больно смотреть Устали Я еще не задал Моей обожаемой супруге Вопросы Которые меня давно Тревожат Прошу вас Элеонора Скажите мне Из-за гроба Это бестак Нет Нет Просто скажите Скажите мне Со всей искренностью Вы обманывали меня При жизни Конечно, мой милый. Что? Неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем? С кем? Тихо, тихо, тихо. Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе. По-моему, чудесные, благоуханные слова. Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешно вдовцом. Вы делаете ошибку. Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам? Нет. Как понять эту загадку? Видите, я сильно скучаю здесь по вас. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам, чем если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну, как бы это выразиться, некоторых аксессуаров. Миночка, может, я... Я... Я вас... Понимаю. Вы понимаете, маэстро? Я понимаю, понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка? А вы мне не мешайте. Ну, если бы даже я попросила позволения у нашего шефа, у меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Офенбах назначен начальником музыки небесных сфер. Тихо вы. Уволю. Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя. Только попробуйте. Ну, допустим, Просперчик, что я добилась твоего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься. И я потеряю, потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфей Эвредику. Как? Миленький, ты знаешь Орфей Эвредику, славная передка. Эвредику, Эвредику, Эвредику. Что вы творите? Все, сеанс заканчивается, заканчивается сеанс. Господи, какой же вы занудок. Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Проспер, и пишите. Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие яблочки. На щечках Элеонора, что с ума сойти. Да я их принесу с собой, эти ябочки на землю. А вы пишите. А, пишу. Улица Муфтар. Улица. Девяносто девять. Тринадцать. Тринадцать. Спросите вдову Эрмиле Паташу. Паташу. У этой вдовы есть дочка. Дочка? Дочка. А имени Нитуш Пралине. Пралине. Она похожа на меня, как две капли воды. Месье Дюрандо. Подлюбленный мой, если ты полюбишь ее, если ты будешь ее плавать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье бриллиантом и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело, и мы заживем на славу. И она похожа на тебя. Да как две капли воды. Месье Дюрандо, я не могу более скрывать от вас. Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух. Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает. Что такое? Да, да, да. Что он мерит? Мой очаровательный крокодильчик. Это ваша жена. Моя жена. Крокодильчик. Тут ошибка. Он делает нам, духом, больно. Я медиум. А вы должны защитить мою душу от этого грумьяна. Исчезни. Что вы сделали? Я не исчезла. Я не исчезла. Я здесь, я здесь. А вот эта вот свинья просто потушила свет свинья. Сударь, сударь, садский чударь. Она плачет, она плачет. Вы мучаете бедного духа. Я уверяю вас, какой он. Ни слова, ни слова. Верните, верните мне мою жену. Ее рода не раздаются из чмых. Я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите. Я. Отодвигаю. Ширму. Вы во всем убедитесь. Леон. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл. Я слышал и слышу только мою журу. Верните мне ее. Вот он. Вот он, пожалуйста, сукин сын, а, прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий музыкантишка. Все время хихикал. И во время моего сеанса разрушал эффект. Оставьте вы его в покое. Помолчи, я тебе сказал. До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Деронда, спросите этого верзилу. Он вам ответит. Могут ли духи являться к нам в телесной оболочке? Могут. Но не к вам. Что? Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим уже спиритом и слугой сатаны. Ни слова. Я уже спирит. Да, да, завтра в шесть часов. Шесть часов. Мое новое тело. Мадемуазель Пралине будет вас ждать на улице Муфтар, 99-13. 99-13. Ну, а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола. Месье Дерондо, это ужасно. Я вам должен объяснить. Ни слова, сударь. Вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух? Да, дух самого господина Офенбаха. Ух, тиснутый вами в чужую оболочку. Ну, позвольте же, месье Дерондо. Я знаю, что я сделаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных. И не плачу вам гонорар. Ну, минуточку. Я вам не плачу. Ну, позвольте, месье. Пусть это будет вам роком. Ну, что за прелесть моя Леонора. Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость? Пожалуйста. Вот они. Благодарю вас. Благодарю вас, господин Офенбах. Не помоимся этого слова. Что ж, завтра в шесть. Теперь я, наконец, знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец с белыми рабынями. Вреди-ка, вреди-ка, вреди. Офенбах-то как пошел в гору на том свете, а? Аревор, господа! Ну, где вы там, мерзавка? Идите сюда, разбойница с большой дороги. Молчать! А? А? Нет! Каков Наполеон? А, Леон? Я прошу не издеваться над моим псевдонимом негодная. Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностей своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит не тушь про Лене. Без пяти минут мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли. Минуточку, подождите, подождите. И ты, Верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков. Да? Вы подумали об этом? А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма. Раз он попадет ко мне на Мухтарку. Вы в этом уверены? Да на все сто. Да. А вот это вы видели? Ну и что? Записная книжка. Что особенного? А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне. Врет. Он украл эту книжку. Я видел. Мессио Наполеон. Что? Вы? Вы мне начинаете нравиться. Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее? Возможно. Но я требую всестороннего уважения. Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю, как самую, как самую моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди и поговорим о процентах. А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж. А я не возражаю пополам, Париж. Но я не тушь, пралинне, плату требую вдвойне. Хо-хо. Да. Сколько претендентов на один Париж? Тридцать три процента предлагаю лишь. Но я спирит, экстрасенс, у меня высокий ценс. Яйца с сыром, яйца с сыром, лучший завтрак и обед, но на ужин съесть не хуже. Восхитительный. Как вы здесь живая, натуральная? Да-с, воплоти. А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь. Позвольте, позвольте. Я все вам, наконец, объясню. Позвольте вам не позволить лжеть. Извините, извините, я... Авантюрист. Я попросил вам, я попросил вам без оскорблений. Вы не у себя дома. Хулиган, хулиган, убирайте. Нет. Боже мой. Леон, что ты натворил? Ты убил его? Нет. Я его утихомирил. Господа, этим бугном можно навеки утихомирить слона. Я вообще не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал. У автора пьесы меня вообще нет. Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дерондо лежит на полу и не подает признаков жизни. Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы. Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать. Здесь в студии? Нет, здесь, во Франции. Боже. Боже, как он ужасен. Недаром мама мне говорила... Расскажите по дороге. Бежим. Вы с нами, господин Офельмах. Я догоню вас. Где я? Кто со мной? Силы небесные, господин Офельмах. Мы с вами на этом свете или уже на том? Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку. Как я вам благодарен. Как я вам благодарен. Но, мадемуазель, не тушь. Она... Она на том. Доверьтесь мне, господин Дерондо. Я поведу вас на встречу с вашей судьбой. Вот, вот вам моя рука. А вот вам моя. Поднимайтесь. О, да, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия. Простите, что это? Чек на изрядную сумму, друг мой. Да, но... Не беспокойтесь, господин Офельмах. Чек на предъявитель. Странная комедия, на этом не кончается. Лично для меня она совсем иной судьбой начала. Что ж, теперь я медиум, так это называется. Мадам, не тушь, моя жена Элеонора нас венчала. Да, 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 кончена комедия. Да, 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 я отныне медиум. Да, 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 кончена комедия. Да, 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 Леон отныне медиум. Дай нам чудо, подари нам чудо, покажи нам. В крови настоящее блаженство будет. Врать не буду, есть на смерти чудо. Верю я в одну земную вечную любовь. Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевич Луначарского, его однактная комедия «Душа Элеоноры». Роли исполняли Наполеон Малопарте, Андрей Миронов. Не тушь, про Лене, Лариса Голубкина. Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов. Леон, Владимир Сашельский. А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Ливон Оганезов. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха. Режиссер Эдуард Кольбус. Ассистент режиссера Нина Притаманная. Звукорежиссеры Евгений Яковлев и Владимир Романочев. Музыкальный редактор Елена Носкова. Редактор Алла Смеховна. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...